Добрый день! Сегодня 26.09.2017. Поехали! Как бы такой вопрос. Я вот опять-таки на тему двух генералиссимусов. Кто настоящий? Суворов или Жугашвилин? Кто Бутафорский? Давайте посмотрим. Там нам все время про хозяйственную деятельность. Там 5-10. Вот про Собянинова ходили слухи, что он Жугашвилин. Там, ну, уверенности в этом не было. Но вот пришел человек к власти. Вот что им, коммунистам, самого различного толка, что им так в целом досталось. Фабрики, заводы, полезные ископаемые. Вообще ничего не принадлежит. Вот, как бы, крупные транспортные предприятия, то есть судостроение, суда, перевозки, все. Авиастроение, авиационные компании, военная промышленность. То есть все, все. Ну, казалось бы, ну, ты получил все. Ну, успокойся, успокойся. Ну, нет. Приходит господин Собянинов. Вот как вот эта вот вся история нас касается. И он действует так. Вот даже не зависимо от того, что вот вся среда вот это вот рождает таких людей, как Митволь, как и Собянинов. И начинается, снесли эти самые киоски, мало. Сейчас пятиэтажки снести, так сказать. До него там, по-моему, наезды были на перевозчиков, да, крупногабаритных грузовых, да, какими-то налогами там обложить. Вот, вот все, все с киоски снести. И вот от этих бедных дольщиков 40 тысяч, какой пустяк. Вообще даже никто не вспоминает, что там, как вот надо что-то решить. И там полно и в Новосибирске таких людей. Там Альянс строит, там Господи, да сколько там еще. Вот это мне, Боже мой. И вот тут-то вдруг вспоминается, Дянинов, что вот еще остались какие-то старенькие люди, там подрабатывают на стареньких автомобилях. И вот то ли предприятия у него же, то ли что. И все, схватить вот эти вот машины, поломать на автостоянку. Там их они разбирают. Кто придумал только это, что транспортировать вот эти автомобили на автостоянку. Ну, человек нарушил. Ну, это в крайнем случае можно. Ну, в конце концов, выписали штраф. Ну, что-то еще. Но для чего это такое против человека? Все против человека. Вот эти вот драконовские совершенно меры. Когда вы все застраиваете. Когда все кругом ваши капитальные гаражи, которые вы навязываете. Машины неизвестные люди поджигают. Дескать, не поставил гараж. Ну, и получи. Да? Мы же не понимаем, кто это поджигает. И как бы вот в этой ситуации вот еще вот эти такси, мы вот прям поперек горла. Вот там безопасность. Может подумать на других там опасность. А человек едет, может он не очень хороший, на своем автомобиле. Ну, давайте вообще все автомобили личные отберем, понимаете. Там же не профессионалы сидят, там не водители профессионалы. Что за чушь вообще, когда, ну, контролирую. Есть ГАИ, есть какие-то правила там. Вот, ну, я хочу сказать просто, отметить на демагогию этого вопроса. Вот, то Путин там начал оправдываться, там, сдерживать порыв, так сказать, вот этот сталинистский. И он там начал говорить о том, что надо больше контролировать туда все. Вот. И что транспорт убыточный. А вот тут вот момент определенной истины. Я хочу вам объяснить. Многие не помнят вот это локоть, врал там все. Знаете, в свое время я же при Газде, Сабдепе, при застое вот этом все. И не было коммерческого транспорта. Это было, ну, как-то, кто-то там подвозил на своей машине, но это было нелегально. Людей преследовали. Вот, как если бы ты картошку выращивал, тебя бы преследовали. Да, там, ты нелегально вырастил ее и так далее. И вот в этой ситуации никто не помнит цифр. А я все прекрасно помню. Моя память ничего не выпускает, голубчики коммунисты. Вы сами озвучивали, что 40% бюджета города Новосибирска вы тратили на транспорт. Это охренеть. Это охренеть сколько вы. То ли вы золотые там колеса ставили, то ли что. Казалось бы, смотрите ситуацию. Какую там демагогию. Появились личные транспорты у людей. Раньше его почти не было. Это избранные на вот этих шестерках. Это тузы, тузы. Ну, ездили. Еще надо было не только деньги, но еще и спросить разрешение милостливое коммуниста. Отдаст ли он тебе какую-то там очередь и прочее. Многие сейчас не понимают, молодежь, что такое. Особенно, которые там еще за коммунистю думают. Что, как это, какое разрешение. Пошел, докупил, правильно, деньги есть. А вот фигу тебе. И вот надо было еще долго-долго стоять в очереди. Там до посинения конкретно. И вот как бы, смотрите. 40%. Ну, вот я тогда рассказывал, как Муха решила проблему с транспортом. Казалось бы, если бы кто-то снял нагрузку с этих 40%, наверное, надо было бы в ножки ему бухнуться, целовать и сказать, Отец, как ты нас, вот это с Ермотос нас снял. Отец родной, не погуби, не вздумай, куда уйти. Там, в зарубеж или еще куда уехать или в другую местную. Нет, вот когда появились вот эти маршрутки и прочее, коммунисты тут же свою болтологию забыли. Тут же. Они обложили такими бешеными налогами эти маршрутки, что офигеть. Я когда услышал, какой-то мне мужик сказал, 800 рублей с посадочного места. Нормальненько, убыточный. Вот. И вот это вот, и вот это нормально. А как, если убыточный, а как коммерческий транспорт работает? И вот дело в том, что когда Муха это вот, ну, они, конечно, обложили. Ну, как они не могли? Чего они еще говорили убыточный? По сути, они должны были, ну, я бы сказал, слушай, у меня транспорт весь бюджет сжирает. Я, если ты появляешься, давай я тебе лучше буду 20%, а 20% я сэкономлю. Нет, они, какой, какой налог, вот мне бы сказал, какой налог, ты что, ты с ума сошел, что ли, идиот? Вот у нас 20, 40% бюджета съедает, люди нам будут экономить 20%, а 20% мы им будем доплачивать. Нет, они обложили тут же налогов. Все эти налоги, это же кладется не 80%, не так, что водитель там, они, знаете, как с дурачками с нами разговаривают. Так они же с водителя, это же не с вас, а водитель с кого деньги берет? С нас. Естественно, ну, до тупого коммуниста, этого джугашвиливца, вот это с кирпичной башкой, это абсолютно не доходит. Они даже и не помнят, вот это же, только вот заметьте, вот эту цифру озвучиваю я, сколько же он на шлюх там работает, сколько это. Они уже на завтра все забывают, или даже им не приказали, им не указали, и они не поднимут эту тему абсолютно. И вот эти вот 40%. И что же, ну и даже при том, что водители, вот они обложили, так обложили. И как бы, а водители все равно начали понижать примухи цены. Уже никто не ездил стоя. Вот ведь как, господин Собянинов, вот так вот, господа коммунисты. И при этом локоть изворачивается, тут врет, врет, несет всякую чушь. И при том, что автомобилей было раньше мало, да и автобусов было меньше. И легковых автомобилей почти не было, там дороги пустые, они вот сейчас битком забиты. Потому что строили их умственно неполноценные люди, которые даже вот такой вопрос просчитать, что машин-то станет больше, что надо какой-то запас люфта ставить там, свободной земли, чтобы можно было хотя бы дополнить. Но не для мозгов это ниже плинтуса. Вот если хотите, и что же там возникает в разговоре и этом интереснейшем с Путиным? А Путин говорит, к моему изумлению, я думаю, что это времена давно минувших лет. Он говорит, у нас транспорт убыточный. Так, дескать, Собянину опомнись, товарищ, алло, алло. А этот, как бы, Собянин там не обращает внимания порезать, схватить, разорвать там машины, там пятиэтажки, хрущевки порушим, до основания все сотрем, а потом, потом мы построим, а офигеть такое построим, что Сорос закачается там. Ну и как вот это вот все. Я был изумлен, значит. И возникает, вы знаете, парадоксальная ситуация, дебильная совершенно. То есть, они с маршруток, вот сколько я предлагал, освободить всех одиночных перевозчиков. Но если у человека одна-две машины, зачем обкладывать? Ну если это крупный перевозчик, у него там 20-30 машин, ну можно небольшой налог установить. Ну, там 100 машин, ну, значит, побольше там. Вот. Ну, пусть налоговая база растет. Ну, и Собянину уже это не надо. У него там планы, у коммунистов всегда планы громадье. После этого громадье остается неразваленным. И дальше у него, оказывается, денег много. Он там понастроит. Это все там, все остальные города тунеядцы. А Москва работает в пути. Вот он, наверное, там работает за всех там. Так, что на Москву сыпется золотой дождь. Все это вот байки мы должны воспринимать. Все это нормально. И дальше получается ситуация-то, что вот как бы... А вот для чего берется вот с водителей маршруток и прочих частного сектора деньги, чтобы отдавать вот этому убыточному транспорту, что ли? Вот это вот непонятно вообще. То есть мы берем вот эти деньги и не на науку, не на вооружение, не передаем эти деньги, а даем другим перевозчикам. Получается так, мы же датируем транспорт. Вы можете в этот чушь поверить. То есть вот мы с вами два... У вас предприятие и у вас. И вдруг вам говорят, что вот у Сереги плохо, он ни хрена не умеет руководить. У него там все разваливается, ему надо помогать. Мы будем, мы тебя обложим налогом, будем у тебя забирать, Сереге отдавать. И вот это надо зачем-то государству. Вот офигеть, понимаете. Зачем? Никому не понятно. Ну, вернее, мне все понятно. И дайте я угадаю, что жена как чья-нибудь там талантливый предприниматель. У нее какое-нибудь транспортное предприятие. Вот я думаю, вот этим. И поскольку эти люди всегда привыкли решать, что народ это гаражи снести, это убрать, это коммунист приказал, хохолопья пусть сделают. Вот все вот так вот. И причем вот эти люди нам указывают, вот там в древние река при Екатерине было крепостное право. Спрашиваться, где его тогда и не было-то, собственно говоря. Вот. А у них вроде как крепостного права нет. Вот там вот изумительно, да, прямо такое свежо предание, а верится с трудом. И вот я предлагал и перевозчиков. У нас ходит пустой транспорт, едет машина, да. Там 5-6 посадочных мест. Человек мог еще 5 человек довезти. Машина едет пустая. Она тратит горючку, она сжигает кислород, она отравляет атмосферу. Потому что это надо мракобесом. Надо там с этого водителя что-то там сорвать, что-то ему. Ведь в конце концов можно было еще экономить на... Если человек покупает и подрабатывает, ну, решил так, то ему не надо стоять на бирже труда. Это же какие-то дополнительные средства. Я предлагаю это вот тысячу раз долблю. Вот, и ноль внимания, это коммунистам невыгодно, понимаете. А ведь возни с этим больше. Столько машин, столько вот там серые, ну, люди там... А люди остались без работы, я со Собянину открываю, что у них гигантский уровень безработицы вообще. Супер уровень, что если люди работают, там, какой-нибудь профессор, что-нибудь там торгует, какой-нибудь ларек берет, там, ну, всякой фигней занимается, да, вместо того, чтобы писать, как делать там операции, там, на глазу, да. Ну, это же не важная тема. Это коммунист же потом поедет, он за рубежом будет лечиться, а ему-то, а вам-то пофиг. А как вы-то будете? И им, по сути дела, нам плевать. Я вот хочу сказать, ну, вот та же Скворцова, там, вот они там навязывают прививки. Вот, говорит, давайте госзакупки, прививки, зарубе, у гейца будем покупать и насильно прививать, и какие бабки будем осваивать, надо осваивать. А, ну, может быть, начать с того, что я вот предлагал, ну, стоматология, я понял, что не понравилось, да, принудительную стоматологию дорогую внедрять, наказывать, пороть всех, кто отказывается. Ну, я еще могу, предложение у меня было о том, что сделать крытые павильоны, да, до остановок, до этого, вот, может быть, даже привлечь коммерческие организации к этому, интересные проекты можно, вот. И сделать их красивыми, элегантно, и чтобы люди не простывали. Вот, чем бабахать вот эти все время прививки, грохоть, 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 может быть, начать вот с этого, и видя такое отношение. А ведь в этих павильонах можно было сделать транспортеры, ну, вот как в метро, да, ну, только плоский, да, что инвалид, вставший на вот такую, просто до остановки бы дотранспортировался. То есть, вышел из подъезда, зашел туда, по бокам можно было какие-то продумать коммерческие организации, ну, разные видны. Можно вот этих сделать экзотические, красивые, может быть, уставленные цветами, да, отапливаемые эти сделать, чтобы исключить вообще заболевания, чтобы человек не переохлаждался. И для условий Сибири это сделать. Вот это, вот это не надо. Вот это родовые поместья, которые я предлагал в Крыму, это тоже не надо. Вот, только какой-то надо Скворцовой выполнить задание, вот с прививками. Я, поймите, ну, не против прививок. И если это будет доказано, ну, не с помощью вымогательства, не с помощью... Надо вспомнить, что мы цивилизованное общество. Это нонсенс, если мы будем выкручивать людей, кидать их на стол и шприцом ему... А вот если нам завтра гражданам сбредет, что мы изобрели хорошую прививку, и нас, Скворцовой, мы хотим ее испытать, и нам чисто наплевать. Она вымогает так, вот она прибегает к такому виду насилия, мы прибегнем к другому виду насилия. Это вот такой конструктивный разговор будет. Я вот... Ну, мне, знаете, вот сегодня там выступала вот ее там помощница, и она распространялась, что вот в таких-то, таких-то странах европейских... А я уже объяснял, что... Вот посмотришь в стране, там, законодательство. Вот это умно, вот это умно, а вот это какие-то дураки придумали. Видимо, там какой-то консенсус, надо с кем-то договаривать. Вот какой-то дурацкий закон. Наши джугашвиливцы, наши коммунисты, ни мимо ни одного дурного, они коллекционируют и складывают ее в Российской Федерации. Скоро от них пройти нельзя будет. Я думаю, что если мы живем в демократическом обществе, надо и то какое-то принуждение, насилие, это вымогательство, это не должно быть и присутствовать, тем более, что это противоречит закону о защите потребителей, который вообще не допускает. Вот даже этот убогий закон, написанный не очень адекватными людьми, и тот как бы не допускает какое-то вымогательство, принуждение к каким-то товарам, услугам и тому подобное. Вот я хочу сказать, ну вот я приводил в прошлом раз пример, что, пожалуйста, вот можно сказать, родоначальник нашей стоматологии является официант Пётр I. Вот при тече Александра Суворова, он этим делом увлекся, он привез инструменты, он и вот даже принимал там в Голландии, он вовсю вникал, вот это был как бы настоящий царь там, вот если правитель, скажем, правитель, а вот этот правитель Джугашвили, танк Т-34 сделал, он даже не поел, к нему как к барину, тащили этот танк за полторы тысячи, чтобы его светло взглянуло, ему бы сел на самолет, там посмотрел, да, испытали орудие, все отскакивало от танка. Ну вот будь бы там поручик Иванов, какой-то верховный правитель, наверное, он бы всем пинка дал и сказал, а почему мне не доложили, что у нас такая супермашина, и почему еще не налажен массовый выпуск, вы мне еще ответите своими головами за это. Вот так бы, наверное, было, да, или там, если бы поручик Алмазов, который у нас убрал коммунистов, за одну ночь имеет Горску в 200 человек. Всего доброго.